МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Остров невезения. Таким стал Сахалин для жителей Хакасии, которые отправились туда на заработки, но их труд оказался почти рабским. Трудоустроиться помогло одной из кадровых агентств в Абакане. Как шахту Енисейскую продали всего за 47 тысяч рублей? И как теперь приходится гасить многомиллионные долги бывшим шахтерам? Некоторые из них ведут голодовку уже почти месяц. Они бы, если бы отдали мне эту шахту за 47 тысяч или любому работнику, они бы эту шахту продали, рассчитались бы с людьми, и еще бы в наваре остались. Переговоры в Москве. Глава Хакасии встретился с министром финансов России. Федеральный бюджет поможет республике. А с зарплатами в конвертах надо бороться. Они обкрадывают население, заявил Виктор Зимин. Делегация из Хакасии на Украине по случаю юбилейной даты освобождения Пирятина от фашистских захватчиков. Именно этот город дал название Пирятинской дивизии, расквартированной в Абакане. В зале админбудинку произошла встреча ученевской молоди и с гостем из Абакана, вызволителем Пирятина, Миколою Арештаевым. Погода на любой вкус в течение всего месяца. Октябрь ожидается и теплым, и дождливым выше нормы, и с первыми заморозками. Настоящую цену тихоокеанским лососям знают жители Хакасии. Они отправились на заработки на Сахалин, на одно из перерабатывающих предприятий, а вынуждены были давать показания в Следственном комитете о том, как оказались обмануты. Сначала кадровым агентством в республике, а затем работодателями на крупнейшем российском острове. Им обещали заплатить за сезон Путина от 120 до 200 тысяч рублей. А в итоге не на что было даже вернуться домой. И на этой неделе они каждый день боролись за свои кровно заработанные. Подавляющее большинство тех, кто застрял на Сахалине, намерены идти до конца. Несмотря на то, что жизнь людям в Ахе обходится очень дорого, ведь из-за общежития их выгнали, а цены на аренду квартир в маленьком городе после скандала взлетели втрое. Но все-таки единственная надежда вернуть свои деньги – это в расчете на сильный общественный резонанс оставаться на месте. Тем более, что возвращаться практически не с чем. «Четырех годовалого ребенка оставила, получается, и приехать сюда. И за свой счет она должна еще в Хакасию и ей 20 тысяч платить, получается, за билет. Она, да, дорога. Она, получается, одному привезу 10 тысяч. Я домой привезу 10 тысяч. После первой волны возмущения людям предложили по 70 тысяч, но из этого вышли авансы и расходы на содержание. А как утверждают люди, это только треть от реально заработанной суммы. «Вахта есть вахта, должны нормально. Рыбы было достаточно, даже вот они сами репортаж давали. Работники работали хорошо, хоть планировали поймать больше, но как бы все равно было рыбой очень хорошо». Документы, которые были подписаны работниками, играют в пользу предприятия, ведь в них значится зарплата за месяц 7600 рублей. А все обещания были устными. В ситуацию вмешался уполномоченный по правам человека в Хакасии. На этой неделе мы пригласили Александра Чистотина в нашу студию. И вот как он прокомментировал проблему. «Если в документе здесь написано, что вот оклад, и вот 1,8 ковцент, и там скороговорка пересислены, что могут быть, в зависимости от условий местных на данном предприятии, там льготные какие-то выплаты, там сверхурочность и так далее, в соответствии с чего-то, где-то как-то действующим законодательством, это, простите, это не о чем разговор». Тем не менее, попытки помочь людям делаются. На месте разбирается трудовая инспекция, прокуратура, расследование ведет в Следственный комитет. Но, похоже, власти Хакасии этот процесс должны контролировать постоянно. По словам потерпевших, отношения с силовиками, у руководства предприятия дружеские. «Итог для наших, сумма окончательная, зависит от того, будет ли возбуждено уголовное дело и по какой статье. И это зависит и срок. Потому что он идет от штрафа до 10 лет со штрафом, до полутора миллионов рублей. Для предприятия. Да, да, да. И что там будет и как, ну, это по итогам. А, к сожалению, сказать, что вот завтра, там, через неделю все это будет расследовать, будет принято решение. Ну, на контроле этот вопрос стоит». Уже в Абакане намечается и проверка кадрового агентства, которое непосредственно и заманило людей большими заработками. Кстати, в Хакасии оно уже известно скандалами. И сегодня его руководство на контакт не идет. «Май, что вам надо? Скажите, пожалуйста. Я же вас сегодня сказала, что я вот буквально вешу на телефоне, разговариваю с Сахалином, с Сахалином и с Сахалином. Не надо на меня... А почему вы так нервно реагируете? Да не хочу, потому что надоели вы мне все уже». На данный момент на Сахалине предложенные деньги забрали 48 человек. Остальных бухгалтеры еще не успели рассчитать. Меньше 10 человек сдались и уехали. Следственный комитет может опросить не больше 15 человек в день. История слишком запутанная, поэтому проверки будут долгими. Так что задержаться на Сахалине нашим людям, скорее всего, придется немало. Елена Крылова, Михаил Окунев, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Присодействие телеканала АХА. Борьба за выплату честно заработанных денег идет и внутри республики. Шахтеры периодически напоминают о том, что у них осталась непогашенная задолженность еще с 90-х годов. Вот только претензий предъявлять некому. Разорившихся предприятий нет. Казалось, о тех долгах можно забыть, но в прошлом году по поручению главы региона Виктора Зимина выплаты начались с привлечением средств из внебюджетных источников согласно составленных списков. Однако у некоторых сдают нервы из-за опасений, что очередь до них не дойдет, стараясь ускорить процесс или получить дополнительные гарантии, бывшие шахтеры решились на голодовку. И на этой неделе в городе Угольщиков на Большом собрании был объявлен план действий по выплатам оставшихся долгов. А на голодующих подано заявление в суд. Возможно, судебное решение будет действительно не в пользу голодующих. Их акцию протеста признают незаконной и применят меры воздействия. А 10 лет назад они совершенно законно были выдворены с разорившегося предприятия без средств к существованию, вспоминает профсоюзный лидер шахты Енисейской Александр Отюков. Шахта Енисейская была обанкротена, людей без всех социальных выплат и без заработной платы были уволены. Затем Енисейская меняла собственников и названия. Енисей Уголь, Юнал, Абаканская горная компания. И каждый раз было банкротство, а рабочие оставались за воротами без заработанных денег. Собратьями по несчастью были их соседи с шахты Хакасской. А им была положена зарплата, бесплатный пайковый уголь и единовременная 15-процентная надбавка к пенсии за каждый год работы в отрасли. Это по закону от 1996 года. Но закон поменялся. Теперь только пенсионер получает бесплатный пайковый уголь при наличии угольного предприятия, с которого он уходит. Если предприятие раздавится, то получать он, конечно, не будет. Если бы теперь на Большое шахтерское собрание пришли все, кто в 90-х годах без зарплаты остался за порогом предприятий, то не вместились бы в этот зал. Больше полутора тысяч человек. И это только те, кто подавал заявления на выплаты, когда они начались с прошлого года. Рассчитались с большинством. Более 1300 получила, оставшие тоже должны получить. И это будет сделано. Почему? Потому что, да, может быть, это не сегодня, может быть, это будет не в 2014 году. Но задача поставлена. Пока речь идет только о выплате зарплаты, только тем, у кого сумма долга не больше 50 тысяч рублей. И в соответствии с установленной очередностью. Мы ни копейки не получили. Ну, подойдет учите, получите. Вы передусывали эту уже очередность. Кто перевезти в курсовал? Вы? Кто занимается списками? Шахтерское собрание проходит в отсутствии тех, кто еще в начале сентября объявил голодовку. Многие, по медицинским показаниям, уже выбыли. Сначала их было 14, потом 13 человек, теперь четверо. Приглашения на собрание получали, но не пошли. Мои все очереди прошли. По ЮНАЛу прошла, по АГК прошла. Сейчас очередность у них только Енисейская шахта. Все. Мне теперь эти деньги никогда не получить. Я поэтому здесь. Требования голодующих не ограничиваются только зарплатой. Они настаивают на всех социальных выплатах. Но кому предъявлять претензии, если тех предприятий, где они работали, уже нет, и республика добровольно взялась за решение проблемы. Поэтапно, начиная с задолженности по зарплате. Расчеты начались по поручению Виктора Зимина после встречи главы региона с шахтерским активом. 35 миллионов рублей выплачены из 85. Вопрос по бесплатному пайковому углю тоже в проработке. Мы ее найдем, решение ее. Но она будет найдена после проверки всех, понимания какого количества, с предложениями, с профсоюзами, с работой, в принципе, с угольными компаниями города Черногорска. Для того, чтобы эту тему будет принят федеральный закон. Не будет принят, но в городе Черногорске эту тему решить. По пайковому углю. Здесь нужно время. Выплата 15-процентной надбавки за каждый год работы в отрасли, это будет зависеть от того, будут ли изменения в законе, проект которого планируется к рассмотрению в Госдуме в октябре месяце. Из зала звучат вопросы, а кто выплатит, например, алименты. Говорят, директора бывших предприятий, один из них по фамилии Тен Йентак, из зарплат рабочих проценты удерживали, а до адресатов они не дошли. Я не прошу ни 15 процентов, ни угля там. А почему в алиментах-то отказано? Вы сами сейчас сказали, было много нарушений по Енисейской, было. Так почему они в то время не решались? Почему Тен, никто не судил, его не арестовали, ничего? Он как гуляет, так и гуляет. В отношении бывшего директора имеется оправдательный приговор суда. Так что все по закону. А бывшие шахтеры в недоумении и от того, как на обанкроченной Енисейской велось конкурсное управление. Говорят, тогда продав имущество, можно было полностью рассчитаться почти по всем долгам. Остались подземные конвейерные линии больше не несколько десятков километров. Остались кабельное хозяйство, металлолом, бетонная затяжка. Если бы это все по уму пришел, бы действительно конкурсный управляющий, который хотел бы набрать конкурсную массу, это можно было все демонтировать, выдать, сдать как металлоломом, сдать как деловым металлом, тоже рельсовый путь. То есть там остались сотни, десятки миллионов рублей. Шахту продали за 47 тысяч рублей. Впрочем, и здесь все по закону. Арбитражный суд дал соответствующую оценку проделанной работе со снятием предприятия с учета и со снятием с этого предприятия всех обязательств, в том числе и по выплатам задолженности рабочим, что теперь и расхлебывают республиканские власти. От первой голодовки в 2004-м с тем же требованием вернуть зарплату да, возможно, последней без малого 10 лет. Решить все проблемы разом могут депутаты Госдумы, изменив в законе лишь пару строк, в котором гарантировалось бы право на положенные выплаты шахтерам всех предприятий, независимо от форм собственности и от того, функционирует оно или давным-давно обанкротилось. О зарплатах, об их прозрачности, говорил на этой неделе Виктор Зимин. Так называемые выплаты в конвертах, сказал глава региона, не лучшим образом сказываются на формировании республиканской казны. Учитывая, что на 2014-й год поставлена задача создать бюджет развития, а не экономии, поскольку от этого зависит выполнение всех социальных задач и программ, которые реализуются в регионе. Мы знаем, что очень большая проблема не только ХКС, но это проблема всей страны, это зарплата в конвертах. Платя зарплату в конвертах, мы воруем своих детей. Это нужно внушать, бороться с этим мы обкрадываем людей. Об этом Виктор Зимин сказал в Москве после встречи с министром финансов России Антоном Силуановым. Диалог продолжался около часа. Из-за мирового кризиса, который ударил по крупнейшим налогоплательщикам республики региональный бюджет, в 2013 году недополучил 4 миллиарда рублей. По результатам встречи в столице достигнута договоренность о финансовой поддержке региона. Нам дают дополнительную помощь, дают замещение бюджетного кредита, получаем бюджетный кредит дополнительный и замещаем коммерческие кредиты. Почти 2 миллиарда нам дадим коммерческих кредитов. За счет бюджетного кредита почти в 3 с лишним, почти в 4 раза меньше. Процентная ставка чего на это? Берем и на сбалансированность. Дополнительные деньги. То, что сейчас нам распределили, 200 миллионов плюс 500, мы просим до конца года еще. На этой неделе была озвучена инициатива, которая коснется суммы, перечисляемой предприятиями в пенсионный фонд для формирования будущих пенсий. Как известно, это 22%, из них 6 идут в федеральные бюджетные выплаты, нынешним пенсионерам 16 делятся еще на 6,10. Вот этими 6% население вправе распоряжаться то есть разместить их в одной из управляющих компаний. Кто не примет решение, у того будет 0%. Сегодня в нашей студии управляющий отделением пенсионного фонда по Хакасии Виктор Филонов. Виктор Алексеевич, добрый день. Добрый день. Объясните вкратце этот механизм и начисление этих 22% и потом разделение его еще на подпроценты и вот эти 6%, куда мы их вправе деть. Ну, как вы знаете, пенсия состоит из трех частей. Раньше это была фиксированная базовая часть пенсии, страховая часть и накопительная. Это было введено в 2002 году новыми законами. Они действуют до сих пор и будут действовать до 2015 года, когда будет введена новая формула. Действительно, как вы сказали, 6% из 22% сразу идет в федеральный бюджет на выплату фиксированного платежа. Так называется сейчас базовая часть пенсии. Это гарантированная государством выплата. Сейчас она составляет более трех тысяч. И плюсом идут страховая и накопительная. Она составляет сейчас у работников, которые 67-го года и младше, 6%. Если ты был молчун и не размещал свои средства никуда, и сейчас промолчишь, не надо никакой бумаги писать, у тебя все 16% у тебя пойдут в страховую часть. Если ты размещал и выгодно размещал где-то в какой-то в негосударственном пенсионном фонде или в управляющей компании, и там были действительно высокие дивиденды, ты тогда по логике должен остаться там. Ты тогда тоже промолчи, поскольку ты раньше манипулировал этими своими средствами, и тогда твои деньги автоматически пойдут 6% в накопительную часть. То есть получается как? Страховая часть и накопительная часть, они по сути дела обе работают, но по-разному. Страховая часть тем, которым до пенсии еще далеко, она все равно не обесценивается, она индексируется на те размеры ежегодно. Вот производится индексация пенсии действующим пенсионерам. В таких же размерах происходит индексация и страховой части будущих пенсионеров. То есть они не просто лежат, не обесцениваются. А вот накопительная часть по заявлению застрахованного лица размещается или в управляющей компании, или в государственной управляющей компании, или в негосударственный пенсионный фонд. Чтобы было понятно, управляющие компании – это что за компании? Чем они занимаются, на чем зарабатывают? Это финансовая компания, которая по вашему заявлению декларирует 2-3 портфеля. Портфель что это означает? То есть они говорят, мы разместим 70% в акции «Газпромали», 20% в ценной государственной бумаге и 10% еще куда-то. Это структуры, которые по конкурсу выбираются Минфином России, как уполномоченным органом правительства России на конкурсной основе. Почему? Потому что проверяются возможности этого предприятия, наличие квалифицированных кадров и так далее. То есть смотрят, как они работали в предыдущие годы, размещая, имеются ли у них сертификаты и так далее. То есть там очень серьезный механизм. Деньги не потеряю я. Деньги не потеряются. Насколько существует право выбрать управляющую компанию, либо оставить деньги в пенсионном фонде? Какая часть тех, кто имеет это право, воспользовалась этим правом своим? Ну вот скажу о том, что сейчас, в общем-то, буквально последние два года идет всплеск. Почему? Потому что все-таки начались выплаты накопительной части. Сначала это было правоприемником в случае смерти, допустим, застрахованного лица. Правоприемники получали. С прошлого года, с 1 июля по 360 ФЗ закону начались выплаты накопительной части всем, которые выходят на пенсию. Как вы помните, это три варианта. Единовременная выплата, срочная выплата и накопительная часть пенсии. Накопительная часть, то есть они по-разному. Если составляет сумма, накопленная вами, составляет до 5% страховой части, вы можете единовременно... То есть написал заявление, прошу выплачивать мне пенсию, я достиг пенсионного возраста. Так, страховую насчитали и накопительную тебе... То есть люди стали ощущать, что такое накопительная часть, да? Да, единовременно много людей, и 70, и 80, и 100 с лишним тысяч получают. То есть они и разговоры-то пошли о том, что деньги действительно сработали. А вот где найти информацию? Много ли этих негосударственных пенсионных фондов, управляющих компанией? Где найти о них информацию? И главное, о их какой-то рентабельности там, чтобы судить можно было. Где разместить все-таки, если я решу эти 6%? В наших управлениях, то есть во всех управлениях государственного пенсионного фонда, есть такая информация на сайте пенсионного фонда. Куда все-таки обратиться, если вот все-таки будет принято решение, что да, 6% либо в негостарстве пенсионный фонд, либо управляющих компаний? Я тут скажу о том, что в любой территориальный орган пенсионного фонда, даже не по месту жительства, можно подать будет. Также в трансагентский центр можно подать такое заявление о том, что вы выбрали вот такую-то схему. 6% накопительную часть. И последнее, можно будет рассчитать пенсию? Ну, исходя из той суммы, я же знаю, сколько перечисляют, да, примерно. Вот рассчитать пенсию уже, сколько я буду получать, ну, допустим, выйдя на пенсию там через определенное время. Ну, как вы знаете, сейчас идет всенародное обсуждение пенсионной формулы, да? И вот к ней был разработан пенсионный калькулятор. Вот, вы, судя по возрасту, можете рассчитать. Те, которые менее трех лет до выхода на пенсию, те не подпадают, льготники не подпадают, а вы можете рассчитать. То есть, подставив определенную формулу, ну, вам надо примерно знать, какой уровень зарплаты, ну, время рождения. То есть, там, само собой, пенсионный калькулятор, это программа своего рода. Она рассчитает, почему? Потому что она, если вы поставили год рождения, зная о том, что работаете в нормальных условиях и в 60 лет пойдете на пенсию, она вам все это дело рассчитает. То есть, расчет сделать можно. Виктор Алексеевич, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. У нас в гостях был управляющий отделением пенсионного фонда по Хакасии Виктор Филонов. Напомню, до того, чтобы определиться, какой из управляющих компаний отдать предпочтение, где разместить 6% накопительной части, которые будут работать на будущую пенсию, остается всего 3 месяца. И касается это граждан 1967 года рождения и моложе. И не касается молодых людей, кто только вступил в правовые отношения с работодателем. Им отпущено еще 5 лет, чтобы определиться, как поступить с накопительной частью трудовой пенсии. Вероятно, по принципу «на тебе Боже», что нам негоже предоставляют муниципальные власти, положенное по закону жилье детям-сиротам. Происходит это довольно часто, и понятно, что из-за скудности местных бюджетов. Но все же каждый очередной случай удивлять не перестает. С таким подходом чиновников на этот раз столкнулась любовь Шелкова. Устебаканские власти дали ей бесплатный дом в селе Райково. Счастье новосела было недолгим. Увидев, в каком состоянии жилища, девушка впала в отчаяние. Константин Кравцов тоже на этой неделе пытался понять, как можно жить в предоставленном доме. Вот как здесь жить? Чьи-то вещи вообще здесь лежат. Ремонт, ничего нет. Это сейчас Любовь Шелкова горько шутит. Когда жила в интернате, о таком даже не мечтала. Не дом, а настоящее пожарище. Девушки подарили власти в селе Райково. Были обязаны по программе поддержки сирот. Но здесь не то, что жить. Находиться жутко и опасно для жизни. Здесь любишь ремонт делать, здесь потолки все обытываются, обвалятся. Когда его заливали водой, все потолки обвалятся. Потолку здесь делать. Особенно маленькие. Должны давать и ванну, чтобы было, было, и туалет в доме. А здесь ничего нет. Притом, все эти вещи, вероятно, принадлежат прежним хозяевам, которых уже нет в прямом смысле. Страшный пожар в этом доме случился еще в 2010-м. Тогда здесь погибла целая семья из трех человек. Предоставляя жилище сироте Любови Шелковой, местные власти пообещали провести здесь срочный ремонт. Но прошло три года, и вот результат. Впрочем, у здания появилась новая крыша. Но много ли в этом толку? Получается, чиновники просто дали сироте то, что было. А какое состояние жилища? Дело второстепенное. Главное, видимо, поставить галочку в отчете о выполненном деле. Я вам один дом покажу. Там никто не живет. Хозяева за реку переехали. А пешка там есть? У-у-у, в полкухни. Глава райковского сельсовета Анатолий Сараев, вселивший сироту в аварийное жилье, сегодня оказался в отпуске. Встретиться с ним не так-то просто, точнее, нереально. Не берет сотовый. К слову, другие представители сельской администрации признались, проводить ремонт в подарочном доме Любови Шелковой просто не на что. Бюджет слабоват. Так или иначе, к делу подключилась районная прокуратура. Надзорники через суд вступились за сироту. Причем, в ответе здесь не только сельсовет, но и районные чиновники. Было установлено, что жилое помещение фактически предлагалось Шелковой Любови Фалерьевне администрацией райковского сельсовета. Вместе с тем, надлежащим ответчиком является администрация Устебаканского района, которая на сегодняшний день должно исполнить судебное решение. То есть, районные власти обязаны в течение 2013 года предоставить Любови Шелковой достойное жилье. Иначе принуждать к этому их будут судебные приставы. Пока же девушка с 4-летней дочкой скитается по общежитиям. Так уж получилось. Пойти сироте больше некуда. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Выше нуля будет в среднем за окном температура воздуха в республике в октябре. Согласно прогнозу синоптиков, плюс 1 градус. Это в пределах средних многолетних значений. Но месяц ожидается довольно слякотным. Осадков прогнозируется гораздо больше нормы. По количеству же осадков октябрь ожидается достаточно влажным. Их прогнозируются 2-месячные нормы. И осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в большинстве дней месяца. Первые заморозки возможны уже в конце первой декады октября. Ночью до минус 5 градусов. Впрочем, начало месяца должно быть теплым. По прогнозу синоптиков, температура днем будет держаться в пределах 15-20 градусов. И тепло ожидается уже с завтрашнего дня. На Украине в сентябре традиционно отмечает день освобождения от фашистских захватчиков в город Пирятин. Это имеет прямое отношение к Хакасии. У нас расквартирована 309-я стрелковая Пирятинская дивизия. Это почетное наименование. Воинское соединение удостоено за боевые заслуги и в честь освобождения Пирятина в сентябре 1943 года. В этом году юбилей 70 лет. На Украине прошли торжества, в которых приняла участие делегация из Хакасии представителя Республиканского совета ветеранов. Почетным гостем на этих мероприятиях стал ветеран Великой Отечественной войны Николай Арыштаев. Сегодня нашему земляку 92 года. Именно в 1943 году он был в Пирятине в первый раз. Тогда еще 21-летним бойцом. Рассказывает, как фотографировался на фоне местной школы. В этом году это уже шестая его поездка на Украину. До этого ветеран был там 10 лет назад. На 60-летнем юбилее освобождения Пирятина от фашистов. У Николая Федоровича есть идея, как крепче связать дружбу двух народов. Ею он поделился со съемочной группой украинского телеканала. У нас в Абакане есть 9-я школа, там музей находится. И совет музея, там, ребяти, школьник, они себя называют Пирятинцами. Вот я хочу сейчас эту школу связать их, чтобы они между собой контактами перепислили, как мы городом Пирятине перепислили, поздравляем друг друга, чтобы они тоже этим чувствовали между собой, роднились и побратили, чтобы друг другу перепислили с каждым праздником. Вот так я хочу их связать. Возглавлявший делегацию Хакасии зампредседателя Республиканского совета ветеранов Юрий Сидых передал Пирятинцам слова поздравления с юбилейной датой от Виктора Зимина. Особые слова благодарности хотелось бы адресовать ветеранам войны и труда. От всей души желаю всем жителям Пирятина здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. С праздником вас, дорогие побратимы! Визит делегации из Хакасии для небольшого украинского городка стал заметным событием. О нем местные СМИ рассказывали буквально ежедневно на протяжении всего визита. О чем говорили украинские журналисты, кажется, понятно и без перевода. На відзначение ювілею из республики Хакасия, где 1942 года была сформована и звідки начала бойовый шлях 309 дивизия, прибула делегация ветеранов. В одной из российских энциклопедий в разделе «Город по братиму» у Пирятина значится единственное название – Абакан. Это кадры из архива нашей телерадиокомпании. В 80-е и даже 70-е обмен делегациями Хакасии и Украины в те годы был неотъемлемой частью взаимоотношений двух братских народов. И вот мы, сибиряки-пирятинцы, высаживаемся на правый берег Днепра, где форсировали его 44 года назад. Нас больше 60. И Забаканы, Черногорск, Аскиза, Таштипа, Назарова, Минусинска и Кызыла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok